На инвестиционном форуме развития Баткена развития страны были представлены около 100 крупных проектов, нацеленных на развитие региона. В своем выступлении председатель Кабмина Ахлбек Джапаров перечислил преимущества региона и направления, которые имеют инвестиционный потенциал. Было отмечено, что одним из главных преимуществ области является ее транзитный потенциал. Через регион можно попасть в Китай с его многомиллиардным рынком. Так, Козылкия может стать крупным приграничным логистическим центром. Рассматривается концепция СЭЗ-Лейлек. Будут увеличены преференции и оказана государственная поддержка инфраструктуры. Кроме того, при поддержке партнеров можно построить современную лабораторию фитосанитарного контроля. В целом, транзитно-логистические проекты принесут огромную пользу как региону, так и стране, призывая крупных инвесторов к сотрудничеству в этой сфере. Выступая с презентацией инвестиционной возможности Баткенской области, исполняющий обязанности министра инвестиций Нурадил Боясов сообщил о предпринимаемых мерах по привлечению инвестиций в этот регион. Сегодня нами проведены работы по формированию 10 инвестиционных проектов в Баткенской области в сфере сельского хозяйства и текстильного швейного производства. В дальнейшем мы продолжим разработку крупных и средних проектов согласно программе развития Баткенской области, которые будут направлены на развитие Баткена в целом, где предусмотрено порядка 30 проектов, состоящих из двух кластеров – сельскохозяйственного и туристического. В рамках форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве для реализации проекта, в частности о строительстве парковой зоны и логистического центра в селе Архаль-Лелекского района, возведение отеля в городе Баткен, а также реконструкция парковой зоны в Хазылкие. «Всего поступило 37 проектов, начиная от сельхозпредприятий и логистических центров и заканчивая малыми ГЭС». По территории Баткенской области протекают шесть крупных рек. Соответственно, использование малых ГЭС может внести весомый вклад в энергосектор региона. Потенциальные мини-ГЭС на реках Ахсу, Хозубаглан, Сох, Шахимардан и Сфайрамсай смогут вырабатывать до 3 миллиардов кубических метров электроэнергии. «Мощность малой ГЭС Зардалы – 29 мегаватт. Этот проект может обеспечить электроэнергией весь Баткенский район». Ожидается, что данный форум станет площадкой не только для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития Баткенской области, но и позволить достичь важных договоренностей. Улан Касенов, Элиза Нурматова, Ченгазюмагулов и Тимур Садгалиев, Солото-24, город Баткен.